Здравствуйте! С вами Ефименко Анталия Юрьевна, специалист по травам. И мы продолжаем серию Зелёная аптека. Я нахожусь возле горы Белой, на её склоне, на Осыпи. И вот здесь у меня такой прекрасный представитель ревней. Это вот ревень алтайский. У ревня алтайского достаточно интересная история. Само применение ревня в медицине известно ещё с 2700 года до нашей эры в Китае. Его успешно применяли как слабительное средство. Действительно, в корнях ревня находятся слабительные вещества, которые действуют хорошо на перистальтику желудка, кишечника. И обладают таким прослабляющим действием. Сам ревень, в зависимости от дозы, если его корень приготовить на воде, то он будет слабительного действия обладать. Если же его приготовить на спирту, то там вымоются дубильные вещества, и он будет несколько вяжущего свойства. И ревень был известен давно, и в общем-то его в Россию привезли из Китая, так как он там, ну немножко другой вид ревень, там гурский, там живёт, в некоторых провинциях, как эндемик. И начали его разводить по Руси. Всем он очень понравился, так как черешки можно было употреблять в пищу, варить в варенье, пироги, супы. Ну, ещё и корень использовать в лечебных целях. И потом наступила очень холодная зима, когда летом на Москве-реке замёрз лёд. Вот, и вымерзло большое количество растений, в том числе и ревни. И на долгие-надолгие года ревней не было по Руси вообще. А потом, потом были экспедиции на Алтай, и в общем-то, вот представляете, из какого-то вот такого одного растения алтайского, великие путешественники, они привезли и развели снова ревень по всей Руси. Поэтому вот это вот папа всех культурных ревней на всех огородах. Ревень популярное растение во многих западных странах. Корень ревня в сухом виде включается во все сборы для похудания, ну, из-за своего слабительного эффекта. Ревень хорошо желчеконит. И считается в тибетской медицине, что он пробит камни в желчном пузыре. Ну, вот не знаю. Мне нравится ревень как растение, как огородное растение. Потому что когда он встречается в природе, мне он еще больше нравится.